приветствую всех настоящих тунителей бокса только что в прямом эфире посмотрел бой на ое и новое против пола баттлера а батлер как бы бегает пассивно давай забивай красавчик и хочу с вами поделиться впечатлениями о поединке проанализируем бой технически и сделаем из него очень простые выводы и также немного поговорим про ставки ну что во первых некая предыстория думаю все вы знаете что это бой весовой категории 53 с половиной килограмма и на кону стояли все четыре титула то есть это бой был за звание абсолютного чемпиона мира кто такой на ое я думаю все вы знаете у него прозвище монстр боксер он универсальный реально талантливый реально интересно хотя есть и к нему вопросы точнее к его соперникам то что ни разу я не видел чтобы он бился с качественным дистанционным боксером всегда у него боксера который стоячий бьют крюки и на ое всегда в разрез их встречает и делает нокауты но это ладно возможно не его вина и вот как раз одним из таких соперников был британец пол батлер он с одной стороны подвижный есть у него передняя рука джеб но чисто силовые удары он по траекториям таким бьет крюкам в общем очень хорошо его встречать и очень хорошо батлер пропускает навстречу это вот была такая предыстория также букмекеры они оценивали этот бой как что на ое выиграет нокаутом то есть они на победу на ое и новое нокаутом давали коэффициент 1,07 то есть по сути они считали что это просто дело решенное вот как то так да то есть как бы интриги большой в бою как бы ну со стороны букв вроде бы не было теперь что мы увидели в реальности в ринге очень как бы интересно вот ведь важно какую стратегию выбирать спортсмена на ое ну примерно понятно его стратегия у него есть удар у него есть техник удар у него есть талант длинные руки есть определенная красота удара у него в ударе знаете есть такая как бы полетность вот он даже когда левой рукой бьет он как бы не проталкивают руку не ведет а а он именно ее как бы бросает и рука она сама летит также правая ну в общем любопытно он бьет любопытно и его как бы задача обмануть как-то поймать найти брешь попасть туда желательно еще и навстречу и он как бы выиграет но как действовал пол батлер вот начался первый раунд он поднял руки свои довольно высоко то есть как такой ну типа как почти глухая защита левой рукой работает и двигается он двигается 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 и получается во все опасные моменты пол батлер он просто кружит уходит в стороны что абсолютно правильно и что у него руки на месте тоже правильно такой он как бы более раскованный вот сейчас два боковых засадил но он сам удары практически не бьет и понимаете получается какая ситуация причем тоже самое во втором раунде в третьем раунде в четвертом раунде получается что как бы смотрите какая штука чтобы соперника подбить нужно чтобы он тоже боксировал то есть у него если обе руки на месте то по идее как бывает ну когда вот он например не знаю там вас решил ударить левой рукой допустим он все открывается можно его встречать соответственно там кроссом не знаю он вас решил дарит право рукой тоже как бы можно ему там право-на-право ударить ну и так все ударов вас решил давить лево-боковой а сам допустим увлекся и рука от подбородка убрал можно тоже как-то встретить срезать но получается что пол бакера британец он в принципе как бы он не собирается рисковать то есть он по простому он не собирается побеждать он собирается только выживать достоять до конца и для этого он использует такую стратегию передвижение по кругу правильно руки на месте красавчик но что нет красавчик это фактически полное отсутствие ударов сам убьет очень редко то есть там за раунд взрывается пару раз остальные весь раунд только утекает терпит его бьют как грушу как мешок да именно да как мешок да а он как бы терпит и убегает а руки от головы кто от помощи не убирает потому что если уберет может навстречу поймать он поэтому прям так и терпит его лупит он уходит как бы вот как то так и так было все я хотел сказать 12 раундов ну нет все же таки в одиннадцатом раунде на оя сказался там и тоннаж и прямо резко он пошел в наступление и все же таки забил у канатов британца за это ему огромное спасибо избавил нас от просмотра вот этого как бы одностороннего боя какой здесь главный вывод смотрите понимаете для вот кто-то может скажешь что вот как ты так говоришь что вот пол батлер там он большой чемпион wbo а вот ты сам кто да да это все понятно парни но каждый спортсмен он делает выбор то есть у батлера есть своя техника есть свой талант чемпион wbo все-таки да но он как бы в этом бою он и не собирался побеждать а он собирался только выживать и вот за это ему не могу сказать спасибо то есть для поединка нужно два соперника два понимаете два надо чтобы было столкновение то есть поединок красивый бой это нету такого что вот один выходит и вот он там в стереотом 1 2 такого сюда не получится нужно второй чтобы они бились а тут получается второй а он не хочет биться он хочет выживать он хочет достать до конца чисто как спойлер то есть он сам побеждать ну свои удары выбросить чтобы он может попал там поэтому на ой побольше даже ну соответственно и для него какой-то риск будет он как бы в принципе не собирается и по сути нас британец лишил красивого поединка потому что для красивого поединка нужен не только один боец а нужно два вот как-то так это вот наверное главная мысль которую я хотел сказать также пару слов про ставки веду телеграм-канал боксинклаб плюс куда выкладываю в основном вот я все-таки решил сместиться чисто в сторону ставок в основном на на канале боксинклаб плюс и было ну некоторые рассуждения там я не за аналитика мысли как назвать по ставкам также сказано что сам буду ставить и в общем то все зашло это была ставка на там был у букв такой тотал два с половиной больше назывался с хорошим коэффициентом 1 95 короче почти два вот сколько поставил в два раза больше как бы получил ну свое плюс еще столько же вот примерно так да я это все к говорю что если кто например особенно увлекается ставками да то подписывайтесь обязательно на боксинклаб плюс да это канал платный но стоит вообще там довольно символических денег 3 евро в месяц или 200 рублей в месяц да и это не значит что нужно там все смотреть и делать то же самое нет но это как второе дополнительное мнение для вас да то есть как бы делюсь там своими мыслями в общем такие дела а вам спасибо что посмотрели данное видео всем добра до новых встреч тушу камеру